Новое видео выходит каждый день в 20.00. GTA Samp Client был выпущен в 2006 году. В то же время начали появляться первые ролики касательно данного мультиплеерного клиента. В данном видео я расскажу вам о том, как из обычной ламповой игры с парой-тройкой не особо активных ютуберов, Samp превратился в сферу по отмыванию бабла буржуазных летсплейщиков. Тем самым изменю или попытаюсь изменить ваше мнение касательно ютуберов GTA Samp за несколько минут. Итак, давайте начнем сначала. С 2006 по 2011 год стартовала эпоха стантов, дрифтов, демо. Тогда никто и подумать не мог, какое чудовище породиться в итоге. Все ролики сводились к нарезке красивых взлетов, перевалетов, переворотов, перелетов, падений и так далее. И все это нарезалось и выкладывалось на ютуб под эпичную музыку. Буты-буты-ба-буф-буф-буф-а-а. Ну что-то наподобие того, только там был какой-нибудь рок или еще какая-нибудь, блядь, страха-ебина. И смотреть эти ролики сейчас, это как минимум странно. Однако тогда даже ролики с микрофоном было найти сложно. Да что уж там сложно, невозможно практически. Потому что, ну, в принципе, тогда сам сводился к дрифт и дм, а также фрирум-серверам. Поэтому, в принципе, о рулиплее или наподобие того, речи идти не могло. С 2012 года по 2014 год все чаще и чаще появляются разнообразные документальные фильмы. Летсплеи, выживание, обычные дни кого-либо и многое другое. Эту эпоху породили такие ютуберы, как Андрюха Киевский, Балта Ховолкс, а также Таркокровопивец. Кого-то еще из тех времен я, к сожалению, вспомнить не могу. Это, пожалуй, самые яркие представители того времени. Вы можете мне сказать про барона гейм-короноса, однако он не совсем яркий представитель. Хотя он относился к прародителям летсплеев на самп-ютубе. И тогда ютуберы очень мало контактировали с друг другом. Совместные ролики были огромнейшей редкостью. Однако все в то время жили в мире в благополучии, в достатке и наподобие того. Однако в 2012 или, ну ладно, в 2014 уже все к этому шло. Однако тогда никто и подумать не мог, что вот в данной сфере сампа вообще когда-либо будут деньги. Что когда-либо ютуберам будут платить за ролики на сервере. Все тогда делалось забесплатно на личной инициативе. Но мы к этому еще вернемся. Переломный же момент в GTA Sump Community, в GTA Sump YouTube и так далее наступил в 2015 году. И продолжался, возможно, по сей день. Однако по сей день идет немного другая эра, другая эпоха. Так вот, данный переломный момент начался и продолжался по 2016 год. А начался, хочу вам сказать, в 2015 году. И как вы думаете, что это был за период? Все верно. Спиженки, сливы. Одним словом, Владислав Павлов. Можно сказать, что именно Владислав Павлов убил всю ту старую атмосферу, которая тогда была. Именно своими вот этими вот сливами, Андрюха Киевски, это спиженки, да и многое другое. Именно тогда начали шутить про сперму. Именно приблизительно плюс-минус тогда начали платить ютуберам по GTA Sump. Именно в это время в GTA Sump сегмент подтянулись все самые яркие представители данной сферы на сегодняшний день. Да что уж там говорить. Даже я начал снимать сам в 2016 году, однако я в то время даже не знал, что за ролики кто-то как-то может платить. Да, я знал, что сервера могут заказать отдельный обзор, но я не работал на вот эти вот отдельные обзоры. Я работал для себя, потому что мне тогда нравилось играть в GTA Sump. Уж и не вспомню, когда я начал играть в Sump, однако снимать я начал в 2016 году. До этого я снимал Майнкрафт, но это не так уж и интересно, тогда просто все снимали Майнкрафт. И дело в том, что именно Павлов и все те, кто пришли в 2016 году, убили ту самую старую атмосферу GTA Sump. На ютубе уже к тому времени не было стантов, дрифтов, демов, фрирум и прочих роликов. Также начали вытесняться летсплеи и выживание. Их снимать стало попросту невыгодно. Какой в этом смысл, если спиженка или слив Владислава Павлова набирает намного больше просмотров, чем летсплей? Летсплей стало снимать просто невыгодно и все от этого ушли. Один лишь барон гейм Коронас до сих пор снимает свои вот эти вот летсплеи на протяжении уже длительного количества времени, аж с 2013 года. Итак, давайте перейдем к последней эпохе, к последней эре. Это 2017 год, тире нынешний 2019 год. Я уверен, что дальше будет только хуже. Я могу охарактеризовать это несколькими словами. Хромакей, Делорензи, Лицемерие, а также 100 тысяч подписчиков у многих GTA Sump ютуберов. Давайте начнем изначально. Поначалу, вот в начале 2017 года, весь GTA Sump контент сводился либо к спиженкам, либо к сливам, либо к летсплеям. Но летсплеи тогда уже были необычные. Они были с закадровым голосом. Уже никто, кроме опять-таки барона гейм Коронаса, не делал подобные ролики, как летсплей и многое другое. Все уже перешли на закадровый голос, делали какие-то подкасты и наподобие того, и все. Но тут, внезапно, в 2017 году, как гром среди ясного неба, врывается Делорензи с хромакеем, с панкропом, с приближением на час, с озвучкой игроков. И это моментально заходит. В то же время начала формироваться компания GTA Sump ютуберов, которую вы сейчас, скорее всего, можете знать. Брулев, Лайт Джокер, да и прочие люди. Тогда же появляется и Дапа, и Луняша, и Данил Геррера становится немного более медийным, чем он был до этого. Безусловно, обзоры Данила Геррера на сервера были дичайше популярны во всех этих годах. Но медиан он стал по-настоящему именно с становлением этого самого Делорензи. И до этого были ютуберы. Однако собираться и делать какие-то, знаете ли, совместные ролики, совместные стримы и многое другое, ютуберы стали в 2017 году. Именно поэтому 2017 год это конец самповской эпохи как таковой. Ютуберы стали лицемерными, продажными, мразотными хуесосами. Без чувства самоуважения, без чувства уважения к подписчикам, да и к многим другим людям, смотрищим их контент. Ну это либо подписчики, либо просто какие-то зрители и так далее. А также они стали пренебрежительно относиться к коллегам по цеху. И во мне сейчас не говорит какая-то обида. Нет, я наглядно видел то, как тот же Брулев на стриме смотрел чей-то ролик и мог скинуть ссылку в чат для того, чтобы поставили дизлайки. Я также видел, как Владислав Павлов на стриме оскорблял людей, которые просто были ему нелицеприятны, скажем так, в 2017 году. Понимаете, я лично видел конфликт Андре Сукрас с Владиславом Павловым, который сейчас уже просто никого не интересует. Они там комментируют друг друга и так далее. Просто во что превратился сам? Во что вы его, блядь, превратили? Из стантов, дрифтов и демо он превратился в помойку с ебучими, я не знаю как их назвать. И как по мне, лучшая эпоха была с 2012 по 2014 год. Именно тогда, когда были выживания, летсплеи, обычные дни кого-либо. Именно таким должен был быть и оставаться самповский контент. Но все испортил Владислав Павлов, а также компания Брулева, которую вы все, скорее всего, знаете. Как бы мне не было прискорбно это осознавать, но самп убили ютуберы. Да, сейчас онлайн сампа держится, безусловно, на ютуберах. Однако всю ту атмосферу, которая была ранее, убили именно эти самые ютуберы. Своими поступками, своими выходками, своими видеороликами. Да и много чем еще. Говоря обо всем этом, мне уже хочется невольно плакать. От того, что, наверное, лучшая комьюнити, лучшая сфера, лучшая игра превратилась в такую помойку. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я постарался изменить ваше отношение к GTA с самп ютуберам за несколько минут. Всем пока. Твоя мамка с паблика МДК, блядь, дебил, ебаный, нахуй. Очередной выстрел, блядь, который несет, блядь, с паблика, блядь. Твоя мамка, твоя сестра, блядь, с паблика МДК, нахуй. Это он, блядь, выкладывает, каждый день, блядь, постит ее туда, на ту голую, на шлюху, блядь, ебаный, блядь. Эльвир Амики Пщиров, блядь. Сервер Аташотов. Ты, блядь, сам Ашот, ты, блядь, сам Хач, нахуй. Ашот, ебаный, блядь, Хачела, ебаный. Ти, суй, блядь, кроссовки на китайке, продавай, блядь, дебил, ебаный. Очередной необоснованный комментарий, блядь. Фу, блядь, блядь, посмотри, нахуй, у него усики. Мамка, у меня, блядь, у меня есть пропуск твоим трусикам. Еще, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok